Добрый день, уважаемые участники группы Тимми! В эфире очередной выпуск передачи новости Турдизи одной строкой. Напоминаю наш формат, вы задаете мне вопросы в комментариях, а я постараюсь найти на них ответы. Это не всегда получается, но по возможности я стараюсь ответить на все, о чем вы спрашиваете. Итак, начинаем! Вопрос. Почему на российских каналах не показывают турецкие сериалы, кроме великолепного века? На самом деле вы не совсем правы, все-таки кое-какие турецкие сериалы показывают. Например, Возрождение Эртугрул демонстрировался на телеканале Дорама, но это спутниковый телеканал, его не все ловят. Или сериал номер 309, который демонстрировался на телеканале Фокс. Что достаточно естественно, ведь именно Фокс является производителем в Турции этого сериала. Но в основном, конечно, сериалов турецких нет в эфире, и это очень просто объяснить. Российские производители фактически являются монополистами на российском рынке. Если они допустят о рынок турецких производителей, увы, наши сериалы не выдержат конкуренцию с турецким производством. Как вы знаете, сейчас турецкое производство по экспорту является ведущим в мире, оно опережает даже американцев. Так что, естественно, российское справиться с таким конкурентом мощным не сможет. И рынок просто закрывают искусственно, чтобы, не дай бог, не пострадать. Вот и весь секрет. Вопрос. В каком проекте занята сейчас Седа Бакан? Седа снялась в фильме с Муратом Бузом «Убей меня, любимый», но сериалов у нее сейчас нет. Возможно, зимой что-то найдется. Обычно, когда начинается новый сезон в январе, то находятся сериалы и для тех, кто сейчас не занят. Вопрос. Будут ли сниматься вместе Чаатайо Лусой и Хазал Кая? Я на этот вопрос уже отвечала, но его задают с такой регулярностью, что приходится еще раз отвечать. Шансов на то, что они будут работать вместе в Турции практически нет, потому что все турецкие производители боятся опозориться, боятся оказаться не настолько хороши, как был Фатих Аксой с его сериалом «Я назвала ее Фериха». Чаатайо и Хазал готовы работать вместе, они об этом говорили. У них один менеджер, и они прекрасные друзья. То есть проблема не в них, а именно в продюсерах, которые просто-напросто боятся. Есть шанс, что голливудские продюсеры, учитывая огромную популярность пары в мире, что-то сделают вместе с ними на Netflix, например. Ну, это единственный вариант, который может сработать. У турков вряд ли. Слишком большой риск, на который никто не хочет идти. Вопрос. Сколько зарабатывает Арас Булут и ИНМЛИ? На самом деле, все зарплаты актеров – это очень фантазийная вещь, которую часто публикуют турецкие СМИ, но, как говорят сами актеры, это никакого отношения к их реальным заработкам не имеет. Например, ходили слухи о том, что Чаотай зарабатывает 50 тысяч турецких лир на Netflix, но Чаотай может себе позволить просить не очень много, потому что у него другие заработки, он бизнесмен, и зарабатывает он бизнесом. Сколько просит Арас турецкие СМИ, не знаю. Поэтому сказать толком ничего не могу, но скажу так, он живет в том же районе, в той же деревне, что и Чаотай. То есть зарабатывает не меньше Чаотая. Там же живет и Хазал Кая. Хазал зарабатывает 60 тысяч за эпизод сериала. Например, Ингин Астюрк, когда его пригласили ребята жить вместе, и Хазал, и Чаотай, и Арас – большие друзья Ингина, он не смог себе позволить. Слишком дорого оказалось именно в этой деревеньке маленькой, Зикирья Кёй. Там живут очень богатые люди. Рассчитывайте из этой суммы, сколько может зарабатывать Арас. Вопрос. В каком сериале будет сниматься Хазал Субаши? Хазал подписалась на новый проект телекомпании ES Film, который будет выходить на государственном канале TRT1. Проект называется «Кольцо». Ее новым партнером станет Каан Илдырым. Она не главная героиня. Главной героиней будет Ханде Эрчель в партнерстве с Серканом Чаеоглу. Поскольку телеканал государственный, то можно не опасаться, что сериал закроют через несколько серий. Будет ли он популярен – другой вопрос. Все-таки компания маленькая, и вряд ли она сможет удержаться в конкурентной борьбе с огромными титанами, такими как Айяпы, Медьяпим. Но шанс всегда есть. Посмотрим. Вопрос. Какие новые проекты у Берка Атана? Сейчас Берк поет песню «Ты уже в армии». Прямо сейчас он служит. Возможно, уже отслужил, поскольку в Турции недавно приняли закон, по которому мужчины молодые до 27 лет обязаны пройти военную службу. Однако, в зависимости от образования и от денежного состояния, служба колеблется от 1 месяца до 1 года. Берк – человек состоятельный, он откупился, поэтому у него служба займет всего 1 месяц. А после снова вернется на экраны. У него очень крутой менеджер, так что я думаю, в ближайшее время он ему найдет подходящий сериал. Опять же, ждем зимнего сезона, когда многие из тех, кто сейчас отсутствует на экранах, вернутся. Вопрос. Сериал «Ты расскажи, Караденис» закроют? То, что сериал пробудет на экранах до мая или до июня, это точно. Никто такой рейтинговый сериал досрочно закрывать не будет. Можете успокоиться. Другое дело, что телеканал АТВ очень хочет продлить сериал на третий сезон. Тогда как продюсер Асман Синав категорически против такого варианта. У него несколько сразу новых сериалов разработки. И тянуть старый проект он уже не хочет. Да и, наверное, не может. Потому что сюжет сам себя постепенно исчерпывает. Уже и зрители заговорили о том, что сюжет начал ходить по кругу с бессмертным видатом, которого все никак не убьют. Но, естественно, никому деньги терять не хочется, особенно при таких хороших рейтингах. Напомню, что в прошлый раз все-таки телеканал убедил Асмана продлить сериал еще на один сезон. Мы получили второй сезон. Получится ли так в этот раз? Я очень сомневаюсь. Асман очень упрямый человек. И вряд ли второй раз такой вариант пройдет с ним. Поживем, увидим. Вопрос. Расскажите о Денис Байсал и ее новых проектах. В прошлом выпуске я уже сообщала о том, что Денис недавно обручилась с Барышем Орчу. И летом у нее будет свадьба. Что касается новых проектов, она сейчас работает в сериале Обещания. Это один из рейтинговых сериала в Турции. Хотя многие зрители критикуют ее персонаж. Но, видимо, они как-то не могут свериться с тем, что у главного героя появилась новая любовь, которую играет Денис. В любом случае, о новых проектах говорить не стоит, поскольку она сейчас занята. Вопрос. Актер, который играл Мустафу в Великолепном веке. Где сейчас снимается? Мехмед Гюнсур, который сыграл Мустафу, очень известный и очень уважаемый актер в Турции. Хотя на самом деле он живет в Италии. У него жена итальянка, известный очень режиссер. Трое детей, и он прекрасно себя чувствует в Италии. Он служит в театре и возвращается в Турцию, только чтобы поиграть в сериалах или фильмах. Предпочитает, кстати, фильмы, а не сериалы, потому что сериалы затянуты, и ему буквально каждый день приходится летать домой в Италию. Он даже шутил, что больше времени проводит в воздухе, чем на земле, поскольку не хочет пропускать взросление своих детей. Пять раз в неделю он туда-сюда летает, когда идет сериал. Последний его сериал был Фичи Пи. Это интернет-проект. После этого на сериалы он не подписывался. Вопрос. Почему нелогично закончился сериал «Запах ребенка»? Есть ли где-нибудь продолжение с логичным концом? Сериал закончился быстро, потому что рейтинги были очень плохими. Когда рейтинги плохие, сериал просто сворачивают. Действительно, о логике задумываться уже никто не хочет, лишь бы побыстрее свернуть. Так что, увы, никакого продолжения не будет. Вопрос. Почему закрыли сериал «Осколки души»? Сделали бы еще хоть одну серию с логическим завершением. Это дополнение предыдущего вопроса. Когда рейтинги сериала плохие, завершает мгновенно, и никто не думает о логике. Увы, обрадовать мне здесь вас нечем. Вопрос. Есть ли среди турецких актеров и актрис те, которые находятся во враждебных отношениях? Про Нургуль и Иркана Петякая я знаю, и про Берак Тюзянетач и Чаатая Лусоя тоже. А есть ли еще информация о ком-то? Про Нургуль и Иркана вы совершенно правы. Они очень сильно ругались, не хотели сниматься вместе и даже судились. Но суд, в общем-то, ничем не закончился. Насчет Берак и Чаатая вы ошибаетесь. Ни о какой вражде речи вообще быть не может, поскольку они были возлюбленными. И это единственный раз, когда Чаатая спалили на пляже, когда он целовался с девушкой. Это как раз была Берак. Сейчас у них отношений никаких нет, но это обычная практика для Чаатая. После того, как роман завершен, он никаких отношений с девушками не поддерживает. Но говорить о вражде какой-то не стоит. Ничего такого не было. Сейчас очень плохие отношения между Талатом Булутом и Шивальсом. И, к сожалению, сериал «Запретный плод» находится под угрозой именно из-за скандала между двумя главными героями. Но обычно, даже если какая-то возникает спорная ситуация, старается сгладить, не показывать и не демонстрировать это на публике, потому что это очень плохо сказывается на рейтингах сериала. Вопрос. Правда ли, что у Дениса Чакыр новый роман? Если да, то с кем? Да, Денис действительно долгое время встречалась с Актаем Кайнарджа, затем он некоторое время была одинока, и затем встретила Гювенча Дагюстуна, с которым сейчас встречается. Он оперный певец, своих отношений они не скрывают, но особенно не афишируют. Вопрос. Будет ли продолжение сериала «Великолепный век» империя Турхан? Нет, никакого продолжения «Великолепного века» не будет. Вообще, продолжение «Великолепный век» Кьюсэм оказалось достаточно провальным, и Тимур Савджи отказался от всякой идеи дальнейшей работы над историческим материалом, посвященным как раз Османской империи. Сейчас он разрабатывает проекты более современные. У него есть новый проект, который будет посвящен периоду становления как раз Турецкой Республики, то есть 20-м годам прошлого века, но возвращения к более раннему периоду он не планирует. Вопрос. Я хочу начать смотреть сериал «Моя дочь», но боюсь, что его закроют. Я не знакома с ТВ-8, но рейтинги же у него неплохие. Скажите, пожалуйста, если закроют сериал «Логичный финал будет», что думаете? И вообще, как поступает телеканал со своими сериалами? Телеканал ТВ-8 не специализировался на сериалах вообще. Там обычно демонстрируются реалити-шоу, и они очень популярны. Например, «Последний герой» демонстрировался, или «Голос Турции». И только вот в последнее время его владелец начал проводить политику, нацеленную и на сериальную аудиторию. Закрывают или нет, я вам сказать не могу, но, скорее всего, не закроют, поскольку канал новый, у него не очень большая сериальная аудитория, и владелец должен понимать, если он не глупый человек, что сразу ничего не бывает. Тем более, что рейтинги действительно неплохие, не супер-хит, но и не полный провал. Поэтому я думаю, что вполне нормально пройдет этот сериал, никто его завершать не будет, тем более, что Патихаксой уже умудрился продать его в Грецию. И сейчас ходят слухи, что и в другие страны хотят продать этот сериал, поэтому логичный конец обязательно будет. Нельзя продавать за границу то, что ничем не заканчивается. Это будет достаточно глупо. Я думаю, что сериал завершат где-то в мае-в июне, и финал будет вполне приличный. Вопрос. Знает ли Барак и Фахрия русский язык и собираются ли попасть в Россию? Нет, конечно, Барак и Фахрия не знают русского языка. Вообще, среди турецких актеров мало кто знает. Я в курсе, что Фуркан Андыч владеет русским, поскольку он учился в Киеве, и Умит Кантарджилар. Немножко говорит по-русски. Остальные все в основном владеют немецким, поскольку много очень турков, которые живут в Германии. Вопрос. Скажите, сериал «Столкновение» будем так же смотреть, как и «Пташку» и «Неотпускаемую руку», то есть по серии в неделю, да еще дрожать закроют или не закроют? Да, к сожалению, турецкая сериальная индустрия работает именно по такому принципу. Сериалы выходят раз в неделю, прайм-тайм, два-два с половиной часа и полностью зависят от рейтинга. Если рейтинги хорошие, продлевают, если нет, то заканчивают. Поэтому рейтинг всегда является решающим в определении судьбы сериала. Вопрос. Почему у всех турецких фильмов не очень хороший конец? У всех я бы не сказала, комедии заканчиваются все-таки хорошо, но то, что турецкий зритель любит несчастливые концы, это факт. Это не вчера случилось, с самого начала так было, вообще на Востоке отношение к несчастливым концам более философское. Сериал или фильм должен нести какой-то урок для зрителей и несчастливый конец это один из уроков, которые зрители должны извлечь из происходящего, как не стоит поступать. И за все бывает расплата, за все, что ты сделал. Вопрос. Когда приблизительно выйдет на экраны сериал «Соколиный холм»? По предварительной информации сериал выйдет в пятницу 23 ноября. То есть он будет конкурентом таких проектов, как «Опасные улицы», «Гюльпери», «Моя дочь», «Право на престол». Сможет ли «Соколиный холм» возглавить рейтинг? Справится ли он с конкурентами? Посмотрим. Вопрос. Один литр слез оставят на канале Де и готов ли ТВ-8 купить этот сериал для трансляции? Пока никакой информации нет. Но это обычная практика для телеканала Де. Он не дает никакую информацию вплоть до последнего момента, а затем просто не выпускает серию. Как он поступит с сериалом «Литр слез» непонятно, поскольку литр все-таки принадлежит Фатиху Аксою. Фатих Аксою – один из крупнейших производителей сериала в Турции. И если канал Де и с ним поругается, то у него фактически не отстанется крупных производителей, которые готовы будут с ним работать. Придется заказывать сериалы у каких-то мелких компаний и, естественно, терпеть убытки. Насчет ТВ-8, готов или нет он купить этот сериал, тоже ничего не известно, но пока неизвестно и продлят ли его на телеканале Де. Во всяком случае, в последней серии рейтинги поднялись. Есть определенная надежда на то, что все-таки телеканал не рискнет закрывать проект. Вопрос. Такая жизнь – это сериал с Ангюль-Оден и Бирканом Соколом в главных ролях? Да, совершенно верно. Это сериал с Ангюль и Биркана. Его уже представили в Каннах. Это ремейк популярного американского сериала This is Us. Но пока отложили премьеру до февраля следующего года. Видимо, рассчитывают к этому времени завершить показ сериала Наша история и поставить уже на его место сериал Такая жизнь. Вопрос. Есть ли шансы избежать закрытия у сериала Не плачь, мама? И если нет, то будет ли логичный финал? Рейтинги очень плохие у мамы. То есть, динамика их отрицательная идет вниз. В этой ситуации скорее всего закроют. Шансов на то, что он удержится в эфире практически не осталось. Насчет логичного финала Сурич фильм не такая большая компания, чтобы тянуть несколько серий до финала скорее всего скомкают. Вопрос. В какой стране турецкие сериалы пользуются большей популярностью? И есть ли страны, где они вообще не популярны? Начну с конца. В Европе, в Западной Европе, точнее, например, во Франции, в Великобритании, вплоть до последнего времени турецкие сериалы просто не показывали. Поэтому популярные и непопулярные вопрос не стоял. Просто о них ничего не знали. Сейчас ситуация меняется. Например, в Англии идет возрожденный ртугрул на интернет-платформе Netflix и он пользуется огромнейшей популярностью у зрителей, о чем говорит и даже телеканал BBC ведет специальные репортажи. Во Франции маленький телеканал показывает Фатмагуль, но поскольку он настолько маленький, что даже не учитывается в рейтингах, я думаю, что можно сказать, что во Франции не популярны турецкие сериалы, но их, в общем-то, никто и не видел. В Испании более крупные телеканалы начали показ турецких сериалов и сразу пошла волна, то есть испанцы заинтересовались серьезно, но пока ситуация такая, что именно Западная Европа менее всего связана с турецкой продукцией. В том же США огромная прослойка испаноязычного населения уже давно и плотно подсела на турецкие сериалы. То есть сказать, что в США турецкие сериалы не популярны, я не могу. Это не так. В Латинской Америке, если вы посмотрите на рейтинги, то во многих странах турецкая продукция буквально оседлала вершину рейтингов и не пускает уже местную продукцию наверх. сериал в Чили самый популярный сейчас какой? Сериал «Мама» по-тихо-ак-суе. До этого показывали внутри. Причем внутри постоянно почти находился на втором месте, а на первом в это время находился сериал «Прости нам наши грехи» чилийского производства, причем музыку к этому сериалу писал турецкий композитор, который писал музыку и к внутри, Тойгар и Шикли. Скажем, турецкое присутствие было и в чилийском сериале. На Востоке еще более интересная ситуация. Там турецкие сериалы показывают очень давно, уже более десяти лет. Их любят, их смотрят. Сказать, какая именно страна больше смотрит, какая меньше, я не могу, поскольку повещание идет через межарабские спутниковые телеканалы, там более 150 каналов, и на разных каналах показывают именно турецкую продукцию. Есть еще такой пример, как Бангладеш. В Бангладеш местные режиссеры, продюсеры, сценаристы устроили забастовку с требованием к парламенту запретить турецкую продукцию, поскольку она полностью разрушила местный сериальный рынок. Граждане Бангладеш стали смотреть турков, самые популярные сериалы «Великолепный век», естественный «РТУГРОЛ», «Сопретная любовь», а местные уже никто не смотрит. Возникла большая проблема безработица среди актеров и так далее. что с этим связано. Вообще, сейчас по данным статистики Турция находится на первом месте в мире по количеству экспортируемой сериальной продукции. Она опережает даже США. Вопрос. В сериале «Ранняя пташка» несколько стилистов, которые одевают персонажей. Расскажите, пожалуйста, о работе стилистов в турецких сериалах. Да, обычно есть стилист сериала, то есть это человек, который одевает всю массовку и второстепенных актеров. И у более серьезных звезд имеются собственные стилисты, которые занимаются только конкретно ими. Например, Башак Дизер в супругах Иванчат Эл-Туга является его личным стилистом и она работает с ним в каждом сериале. Он не будет одеваться у кого-то другого. Очень известный стилист Илькнур Шереф. Она работает с Чиатайм Усоем, Хазал Кая, Энгином Акюреком, Толгу Сареташем, Арасом Булутом Ейнемли. Не всегда она работает с ними в сериалах, но очень часто. еще в сериале я назвала ее Фереха и до сих пор работает, поскольку они находятся в агентстве ее мужа Энгина Айканата. Правда, теперь он ее бывший муж уже, но тем не менее они продолжили работать и она по-прежнему стилистка этих актеров. Вопрос. Есть ли успешный сериал русско-турецкого производства, который стартовал в обеих странах? Единственный сериал русско-турецкого производства, который я знаю, это Султан Моего Сердца. Он пока прошел только в Турции и там провалился, но поскольку он шел летом, дали возможность 8 серий показать и завершили убийство главной героини. Правда, в России обещали продолжить и показать, что она осталась жива, но пока премьеры не было, только ожидается. В любом случае, ни о какой успешности говорить не приходится. Рейтинги сериал не рвал. Вопрос об этом не сообщают. от нормальной жизни. Есть счастливые пары, есть несчастные пары, есть те, которые долго живут, есть те, которые быстро разводятся, есть те, у которых первый брак неудачный, зато второй брак очень удачный. Например, Халит Эргенч, когда он встретил на съемках сериала «Тысяча и Одна Ночь». Бергюзар Карель он был женат, развелся, женился на Бергюзар. Кстати, свадьбу играли и в сериале, и в жизни в один и тот же день. И сейчас они очень счастливы, у них сын родился и поговорят о том, что они хотят и второго ребенка завести. Есть Куванчка Сабалы и Сэдэ Павджи, очень счастливая пара, которая уже много лет вместе. Есть Энгин Алтан Дюзьятан и Неслышах Алкачлар. У них история очень интересная. Энгин Алтан встречался долгое время с Азге Оспиринджи. Но затем они расстались и буквально через несколько недель он встретил Неслышах, женился мгновенно. Хотя до этого много лет был с Азге, но никак жениться не мог. Все его упрекали в том, что он женился на кошельке, что она богатая и надлежит к очень влиятельной семье. Но оказалось, что это враг по любви. У них сейчас двое детей, великолепная семья. Он очень счастлив и признается, что именно благодаря жене он смог построить успешную карьеру в плане того, что ему очень комфортно себя чувствуется. Он очень хорошо себя чувствует дома, поэтому у него есть силы, чтобы работать. Вопрос. Сколько серий будет в сериале «Не отпускай меня»? «Не отпускай меня» это дневной сериал. Он идет каждый день по будням один час. Пока будет хотя бы маленький рейтинг, более-менее устраивающий канал, он будет идти хоть пять лет, хоть десять лет. Для дневных сериалов никакого ограничения нет. Главное, чтобы был хотя бы минимальный рейтинг, хотя бы один процент. Вопрос. Насколько поведение турка в жизни отличается от сериалов? Например, красивые слова, афоризмы, долгие взгляды друг на друга, девушки, которые, не дай бог, поцелуют на первом свидании и так далее. Сериал-сериалу рознь. Только в прайм-тайм в Турции идет более 50 сериалов. Есть рамкомы, конечно, рамкомы никакого отношения к жизни не имеют, есть очень жизненные истории, которые, в общем-то, полностью соответствуют реалиям турецкой жизни. Например, сериал «Женщина» или сериал, я назвала ее «Фериха». Там более-менее все так, как в жизни. В жизни не очень может быть красиво, есть проблемы большие в отношениях. И, в принципе, продюсер Фатих Аксой построил всю свою карьеру и делает деньги именно на том, что рассказывают истории, которые близки очень турецкой действительности. Другие продюсеры специализируются на более красивых историях, например, Ая Пым, который делает шикарные богатые сериалы, но к жизни они имеют не очень большое отношение. Я думаю, никто не поверит, что в жизни есть такие же тупые полицейские, как нам показывали в сериале «Внутри». Но смотреть «Внутри» было очень интересно, несмотря на тупость полиции. Вопрос. Правда ли, что Чаотайо Лусой будет играть с Дженнифер Лоуренс? Пошел такой слушок. Хотя я думаю, что это всего лишь сплетня и она не имеет отношения к реальности. Конечно, Дженнифер может играть в сериале. Сейчас американские звезды даже первой величины играют в сериалах. Например, Джулия Робертс совсем недавно закончила съемки в сериале «Амазона». В этом смысле никакой проблемы нет, но все-таки у нее статус «Оскар», «Золотой глобус». Это звезда Алиста и до ее уровня, конечно, Чаотаю еще очень долго нужно работать над собой. Так что эти сплетни пока вряд ли соответствуют действительности. Может быть, в будущем будем надеяться, что это станет реальностью. Вопрос. Есть ли новые проекты у Пынар Денис? С Пынар сейчас ведет переговоры телеканал Д и небольшая компания, которая будет делать для него сериал «Сказочный цветок». Хотят пригласить ее на главную роль, но, честно говоря, этот вариант мне не кажется очень выигрышным для нее. Все-таки компания очень маленькая, а телеканал Д славится тем, что закрывает сериалы на первой и второй серии. Вряд ли такое предложение ей будет очень лестно. Вопрос. Правда ли, что сериал «Любовь на зло» с Жанном Яманом закрыли? Да, это абсолютная правда. Причем его не просто закрыли, а оборвали на полусловие, что было очень обидно для зрителей, которые привыкли его смотреть. Почти 30 серий показали, а затем просто вопрос. Скажите, Айбуке Пусат хорошая актриса? Просто я очень жду сериал «Соколенный холм», но мне почему-то кажется, что играет она не очень сильно. Пока Айбуке особых высот актерского мастерства не демонстрировала, хотя играла с лучшими актерами Турции. Чаатай Улусой, Талгас Ирыташ теперь будет играть с Бараном Кузумом. Возможно, у нее есть потенциал, она красивая девушка. Не зря же Хиляль Сарал ее взяла. Хиляль известнейший и самый талантливый режиссер в Турции, на мой взгляд. Посмотрим, может быть, она что-то в ней нашла. Поживем увидим. Вопрос Расскажите про актеров и актрис, говорящих на английском или другом языке. Очень много актеров говорит по-немецки. Как вы знаете, в Германии огромная турецкая диаспора и многие актеры в Турции на самом деле выходцы из Германии. Немецкие турки. Например, Фахриев Джин. С английским гораздо больше проблем. Им владеет не так уж много людей. На самом деле, английский знают многие, но говорить как носители языка это совсем другое дело. Как вы знаете, многие хотят попасть в Голливуд, но без знания языка на уровне носителей это практически невозможно. Керем Бурсин, который родился в Стамбуле, но вырос в США, пожалуй, единственный англоговорящий актер в Турции, вернее, думающий на английском языке, но у него другая проблема, у него акцент в турецком и всегда приходится изобретать какую-то биографию его персонажа, чтобы показать, что он учился в Америке или где-то за границей жил, поэтому появился такой акцент. Из турецких актеров прекрасно говорит на английском языке Халит Эргенч, он начинал свою карьеру на Бродвее, прекрасно поет и естественно говорит по-английски. Каанур Ганджиаглу он учился в США. Бельчим Белгин, Халюк Белгинер, они играют в американских фильмах на небольших ролях Халюк и Бельчим, даже главную роль сыграла в одном из голливудских проектов, правда он небольшой фильм был. Хазал Кая, она получила блестящее образование, говорит на английском, итальянском, немецком, и обычно на каникулы она проводит в США. То есть у нее постоянная языковая подготовка идет. Чаатай Улусой, который очень плохо знал английский, практически не говорил, сейчас вплотную занялся языком. Как вы знаете, у него есть дом в Штатах, недавно купил он его, и уже несколько лет он туда после работы в Турции уезжает и занимается конкретно языком. Сейчас он очень сильно язык подтянул свой. Увы, турецкий бомонд с английским не очень дружит. Итак, друзья, этот выпуск подошел к концу. Спасибо всем за внимание. Я напоминаю, что вы можете оставлять свои вопросы под этим выпуском, и в следующий раз я попытаюсь найти на них ответы. До встречи в следующий вторник. Субтитры создавал DimaTorzok